Донбасс Командир легиона Мамука Мамулашвили по профессии дипломат. Ярым борцом против российской имперской политики на Кавказе он стал еще в 14 лет, когда вместе со своим отцом, генералом грузинской армии в 1993 году попал в плен в Абхазии и провел там три месяца. Для него война на востоке Украины – это повторение сценария войн на Кавказе за последние 20 лет и фактическое продолжение российско-грузинского военного конфликта 2008 года. Он начался вскоре после того, как Грузия проголосовала на референдум из-за членства в НАТО, что Россия расценила как угрозу своим стратегическим интересам. Вы сами увидите сегодня, на что похожи многие кавказские государства из-за агрессии России. Я думаю, сегодня Украину она хочет нести ту же ноту, что она в свое время унесла в Кавказ. Это идеология порабощения народов, это идеология зла, которую мы не хотим видеть в своей стране, понимаете. Это и есть та идея, за которую мы все готовы положить голову. Легионеры называются добровольцами и понимают, что фактически воюют нелегально. Согласно украинскому законодательству, доброволец гражданин другого государства может воевать в составе украинской армии, но после отказа от своего гражданства и получения паспорта гражданина Украины, чего грузинские военные не намерены делать. По оценкам эксперта Киевского центра имени Разумкова Николая Сунгуровского, сейчас в Донбассе на стороне украинской армии воюют от 300 до 1000 иностранцев, больше всего граждан Грузии и чеченцев, в основном иммигрантам. Будучи добровольцами на войне на территории чужого государства, они нарушают законы своих стран и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Легализовать иностранцев на Украине может законопроект, который уже обсуждается в Верховной Раде. Сейчас готовится на рассмотрение, он уже этот проект закона прошел первое чтение, и вот сейчас он готовится к вынесению на второе чтение, предполагая, что он будет принять в целом. То есть будет принять закон о возможности службы вооруженных силах Украины иностранцев. С паспортом своей страны они имеют права быть зачисленными вооруженными силами. Принятие нового закона определит и финансирование этих подразделений. Грузинский легион, как утверждает его командир, не получает денег ни от украинских властей, ни от олигархов. Им помогают обычные украинцы и грузины, а также родственники. Наличие зарплат командир легиона категорически отрицает. Если хоть один легионер прикоснется здесь к деньгам, на следующий день он покидает регион и ездит обратно, откуда приехал. Так что это наш принципиальный подход к тому, что мы здесь делаем. Каждый из них скучает по своим семьям. Родных они не видели по нескольку месяцев. Все постоянно просматривают фотографии своих детей в телефонах и при первой возможности созваниваются. К моему ребенку 6 месяцев я его еще не видел. У меня мальчик. Для нас очень важная идея, за что мы боремся. А боремся мы за мир. Так что я своим детям делаю сейчас услугу. Грузинский легион уже похоронил четверых своих бойцов. А совсем недавно они могли потерять гораздо больше. Им вовремя пришли на помощь бойцы добровольческого чеченского батальона. Потом они вместе танцевали лезгинку. Сейчас бойцы легиона активно обсуждают ситуацию в Грузии. Там 13 июля российские пограничники передвинули грузино-осетинскую линию разграничения на несколько сот метров вглубь грузинской территории, ближе к стратегически важному нефтепроводу Баку-Супса.